Добрый день, уважаемые слушатели! С вами преподаватель русского языка. И на предыдущем занятии мы говорили об обособлении определений. И сегодня мы продолжаем говорить о случаях, когда они обособляются. Чтобы правильно ставить запятые в случаях с определениями, нужно учитывать также такое понятие, как однородность. И поэтому сегодня наше занятие будет посвящено однородным и неоднородным определениям. Несколько согласованных определений, не связанных между собой союзами, могут быть как однородными, так и неоднородными. Между однородными определениями ставится запятая, между неоднородными определениями запятая ставится не будет. Однородные определения напрямую связаны с определяемым главным словом, тогда как между собой они находятся в отношениях перечисления. То есть они произносятся с перечислительной интонацией и между ними можно поставить союз «и». Например, синие и зеленые шары, оба этих определения напрямую связаны с главным словом «шары». И эти определения мы можем связать с помощью союза «и», то есть с помощью перечислительной интонации. Идем дальше. Неоднородные определения, в отличие от однородных, не будут произноситься с перечислительной интонацией. Между ними обычно чаще всего нельзя поставить союз «и». То есть не каждое определение может быть однородным, не все может быть однородными членами. То есть не все явления равны друг другу. Не являются явлениями, по крайней мере, одного порядка. Таким образом, неоднородные определения связаны с главным словом иначе, чем однородные. В данном случае одно из определений, то, которое находится ближе всего к главному слову, будет напрямую связано с определяемым словом. А вот второе определение, которое находится дальше, да, уже будет связано не с главным словом, а целиком со словосочетанием, которое состоит из главного слова и ближайшего определения. Например, длинный товарный поезд. Да, определяемое, то есть главное слово – это слово «поезд». Здесь есть два определения – длинный, товарный. Это определения разного порядка, они не могут быть однородными, да. И смотрите, слово, да, вот определение, которое находится ближе всего к главному слову, то есть слово «товарный» будет непосредственно связано с самим главным словом. А вот определение «длинный» уже будет связано не со словом «поезд», а целиком со словосочетанием «товарный поезд». То есть прилагательное «длинный» будет определять уже товарный поезд в целом. То есть товарный поезд является длинным. Для разграничения однородных и неоднородных определений, да, важно учитывать целый комплекс признаков. Да, при разборе и расстановке знаков припинания нужно обращать внимание на значения прилагательных, да, или определений, на способ выражения определений, то есть какой частью речи определение выражено, причастием ли, прилагательным ли, местоимением, да, и также на порядок расположения определений в предложении, то есть стоит до определяемого слова или после. Да, все это нужно будет учитывать. Итак, сейчас мы с вами перечислим, да, случаи, в которых определения являются однородными, а значит будут разделяться между собой запятыми. Если, конечно, они не будут связаны с союзом «и», да. Итак, во-первых, определения являются однородными, если стоят после определяемого существительного, да, в этом положении каждое из определений будет связано с существительным, да, то есть каждое определение будет связано с главным словом, да, а не со словосочетанием. И они будут иметь одинаковую смысловую самостоятельность, да, например, я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, да. Главное слово «женщину», молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную – это наши определения, которые являются однородными, потому что стоят после определяемого слова, то есть после главного слова, или, например, я буду тогда обладать истинной, вечной, несомненной, да, то есть главное слово «истинной», да, вечной и несомненной – это наши определения, которые являются однородными, так как стоят после определяемого слова, да, и поэтому мы их разделяем запятыми между собой, да, так как они однородные. Также определения являются однородными, если обозначают различные признаки одного предмета, но характеризуют его с одной стороны, например, разоренный, сожженный город, да, то есть в данном случае, в данном контексте разоренный и сожженный эти определения связаны друг с другом, да, и поэтому характеризуют город с одной стороны, конечно, да, или, например, определения будут являться однородными, если они используются для перечисления разновидностей предметов, да, характеризуя их также с одной стороны. Например, на столе разбросаны красные, синие, зеленые карандаши, да, то есть красные, синие, зеленые – это наши определения, и они характеризуют карандаши с одной стороны, то есть с точки зрения цвета, поэтому эти определения являются однородными, и между собой они будут разделяться запятыми, да, если их не будет соединять союз «и». Дальше. Определения являются однородными, если характеризуют предмет с разных сторон, но в данном контексте объединяются каким-то общим признаком. Например, оба определения будут указывать на внешний вид предмета, или, да, общим признаком может являться сходство воспроизводимого впечатления, да, или, например, определения будут связаны причинно-следственной связью, да, между собой. Например, лунный ясный вечер. Главное слово «вечер», лунный ясный – это наше определение. И в целом, да, эти определения характеризуют вечер с разных сторон, да, но вечер является ясным именно потому, что он лунный, да, то есть луна дает свет, да, то есть между определениями наблюдается причинно-следственная связь. Значит, эти определения являются однородными, и мы их будем разделять запятой. Или тяжелые мрачные времена, да. Тяжелые мрачные, опять же, они характеризуют, да, эти определения существительные с разной стороны, но, да, тяжелые и мрачные, да, эти определения являются связанными друг с другом, да, то есть так как они тяжелые, они являются мрачными. Поэтому эти определения однородные, и мы их разделяем запятой. Аналогичные примеры, примеры, подтверждающие это правило. В небе таяло одно маленькое золотистое облачко, да, маленькое и золотистое. Да, эти прилагательные, да, характеризуют облачко с разной стороны, но и то, и другое прилагательное указывает на внешний вид, да, поэтому мы можем эти прилагательные считать однородными и поставим между ними запятую. Или с бледным покорившимся лицом он вдруг вскочил и схватил себя за голову, да. Бледным покорившимся, да, вот наши два определения, да, и каждое из этих определений, хотя, казалось бы, характеризует лицо с разной стороны, да, то есть совсем разные понятия, но побледнело лицо именно, да, из-за того, что оно изменилось от волнения, да, и покривилось оно тоже из-за того, что, да, вот волновался человек. То есть общим понятием будет для этих прилагательных то, что лицо изменилось от волнения, поэтому эти определения являются однородными, они связаны, да, и мы их будем разделять запятой. Или, например, так, был лунный ясный вечер, это мы уже разбирали, да, раздался страшный оглушительный удар грома, да, опять же, страшный удар именно потому, что он оглушительный, да, поэтому это определение, эти определения являются однородными, и мы их разделим запятой. Или наступит, так, про времена мы тоже уже с вами говорили, да, следующий пример, он прикрыл глаза красными воспаленными веками, да, красными веки являются именно потому, что они воспалились, то есть наблюдается причинно-следственная связь между определениями, значит, эти прилагательные, неприлагательные определения, да, потому что, да, первое определение выражено прилагателем, и второе – причастием, да, значит, эти определения являются, опять же, однородными и будут разделяться запятой, да, вне зависимости от того, где они стоят до определяемого слова или после. Итак, дальше. Определения являются однородными, если в условиях контекста, да, между определениями создаются синонимические отношения, то есть в целом в языке, да, эти определения однородными не являются, но в данном контексте, да, они являются синонимами, синонимами, да, то есть они сближены, да, по значению. Например, тупая, давящая боль в груди, да, вообще в языке тупая и давящая – это, эти слова не являются синонимами, но в данном конкретном предложении, да, тупая и давящая боль выступают как синонимы, то есть как слова, близкие по значению. Поэтому эти определения здесь будут однородными и будут разделяться запятой. Аналогичные примеры. Настали темные и тяжелые дни. Опять же, темные и тяжелые в языке – это, эти прилагательные однородными не являются, да. Темные – это происходит указание на свет в языке, да, а тяжелые как бы на состояние, да, то есть совсем разные понятия. Но, опять же, в данном предложении, в данном, да, контексте эти прилагательные сближены по значению, то есть это контекстуальные синонимы, поэтому мы будем их разделять запятой. Или холодный металлический свет блеснул на тысячах мокрых листьев, да. Опять же, холодный и металлический в языке – это не синонимы, но в данном предложении эти слова близки по значению, да. Конечно, они не равны друг другу, но сближены контекстуально, да. То есть есть что-то общее по этому, да, то есть какие-то, может быть, ассоциативная связь какая-то общая, да. Поэтому здесь они являются однородными, и мы будем разделять их запятой. Или, например, прозрачный чистый воздух. Прозрачный и чистый, да, в языке – это разные понятия. Эти прилагательные, да, однородными не являются. Но в данном предложении, да, прозрачный и чистый, да, сближены между собой. Кроме того, да, вот в некоторых предложениях, да, несколько причин для однородности этих определений, да, могут совмещаться. То есть мы, кроме того, можем сказать, что именно так, как воздух чистый, он прозрачный, да. То есть здесь также наблюдается и причинно-следственная связь между определениями. Поэтому, да, эти определения здесь являются однородными, и мы их разделяем запятой. Идем дальше. Определения также являются однородными, если представляют собой художественные определения, то есть если они являются эпитетами. Напомню вам, что эпитеты, да, это образные определения, да, они помогают украсить нашу речь. Чаще всего они, эпитеты, да, выражены именами прилагателями, но не обязательно, да, они могут быть выражены и другими частями речи. Да, вот, например, в словосочетаниях «щепетильный Лондон», «верный меч», «печальная луна», «печальная верный щепетильный» – да, это эпитеты. То есть они, это прилагательные, которые помогают создать образ, да. Итак, если, да, наши определения являются эпитетами, то они будут однородными, и опять же будут разделяться запятой, если там не будет союза и между ними. Например, круглые рыбьи глаза. Да, да, рыбьи – это в данном значении, да, является эпитетом к слову «глаза». Кроме того, здесь, естественно, в переносном смысле, да, употреблено это прилагательное. Поэтому, да, круглые и рыбьи – это однородные определения, и мы их разделим запятыми. Или, например, «его бледно-голубые стеклянные глаза разбегались». Да, у нас здесь все предложения про глаза. Это случайность. Итак, главное слово «глаза», да, определения «бледно-голубые» и «стеклянные». Слово «стеклянные» является эпитетом в данном значении, да, оно здесь в переносном смысле употреблено. И поэтому, да, «бледно-голубые» и «стеклянные», да, эти определения станут однородными, и мы их разделим запятыми. Аналогичный случай в следующем предложении, да, «свинцовые погасшие глаза». Здесь оба прилагательных употреблены в переносном значении, да, поэтому мы будем их разделять запятыми, они являются однородными. Следующий случай, да, когда определения являются однородными. Они являются однородными, если образуют градацию, то есть каждое последующее определение будет усиливать выражаемый им признак. Например, радостное, праздничное, лучезарное настроение, да, главное слово «настроение», все остальные слова здесь являются определениями. И постепенно, да, мы видим, что выражаемый признак усиливается, да, то есть перед нами восходящая градация, поэтому, да, эти определения будут являться однородными и будут разделяться запятыми. Определения также являются однородными, если за одиночным определением следует определение, которое будет выражено причастным оборотом. Да, напомню, что причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. Например, черные, гладко причёсанные волосы. Главное слово «волосы». Черные – это определение, да, выраженное одиночным прилагательным. Сразу за ним идёт причастный оборот. Волосы какие? Гладко причёсанные. И поскольку, да, наш причастный оборот находится на втором месте, да, черные и гладко причёсанные между собой, эти определения являются однородными, поэтому мы их разделим запятой. Да, но обратите, пожалуйста, внимание, что наш причастный оборот стоит до определяемого слова, поэтому, да, с другой стороны, да, на границе этого оборота мы запятую ставить не будем. То есть нам важно, да, чтобы, во-первых, причастие не было одиночным, да, а при нём были обязательно зависимые слова, то есть обязательно, чтобы это был причастный оборот. То есть если мы просто скажем «чёрные и причёсанные волосы», да, поскольку здесь у причастия «причёсанные» нет зависимого слова, то «чёрные и причёсанные» однородными определениями являться не будут, и мы их не будем разделять запятой. Также, да, нам важно, чтобы причастный оборот стоял именно после прилагательного, именно на втором месте. Если мы скажем, да, гладко причёсанные чёрные волосы, то есть поменяем их местами, то, опять же, определения уже однородными являться не будут, и мы их, опять же, не будем разделять запятой. И также, на что мы обращаем внимание, да, это на то, что запятая будет ставиться только между однородными членами, то есть между однородными определениями. После причастного оборота, да, если нет специальных условий для его обособления, то есть если, например, главное слово не является личным местоимением, да, то мы выделять, да, эти определения запятыми не будем, да, вернее, не будем ставить запятую после причастного оборота. У нас вопрос, да, можем ли мы вместо запятой без проблем поставить «и». Да, мы можем без проблем вместо запятой поставить «и». То есть если это наше собственное высказывание, да, конечно, мы можем избежать трудности и просто, да, поставить «союз». Но, да, если мы должны именно расставить знаки припинания, то это так не работает. Да, кроме того, мы с вами вот сами по себе, да, однородные члены предложения рассмотрим чуть-чуть попозже. И мы знаем, да, что если, да, наверное, немного неправильно ответила на ваш вопрос, потому что, да, все-таки все равно важно, да, будут ли являться определения однородными или нет. Да, то есть если они неоднородные, то опять же, да, запятая будет нужна даже перед «и». Да, если же это однородные члены, то запятая перед «и» не оставится, да, то есть все-таки, да, нам важно именно определять, какими определениями являются между собой, являются ли они однородными членами предложения. Дальше идем. Определения также являются однородными, если второе определение будет пояснять первое. То есть если между определениями можно поставить «союз то есть» или «союз а именно», да, если мы можем поставить именно такие союзы, да, только такие, то определение находится в пояснительных отношениях, да, например, «нормальное мирное сосуществование государств». «Нормальное мирное», да, в данном конкретном предложении, да, мы можем вставить между ними «союз». То есть нормальное, то есть мирное сосуществование государств. То есть говорящий под «нормальным» имеет в виду «мирное», да, для него это явление одного порядка, для него это они, да, вот в данном предложении эти прилагательные равны друг другу по смыслу, то есть под «нормальным» он имеет в виду именно «мирное». Значит, второе определение, да, поясняет первое, и, значит, эти определения являются однородными, и мы их будем разделять запятой. Также определения являются однородными, если перечисляют признаки одного предмета, синонимичные эмоционально. Например, это была холодная, снежная, скучная пора. Вообще, да, холодная, снежная и скучная, конечно, это явления разного порядка, то есть они не должны быть однородными, да, но для говорящего вот они как бы сливаются воедино, они связаны друг с другом, да, и именно поэтому, да, эти определения будут здесь однородными и будут разделяться запятой. Также, да, определения будут однородными при обратном порядке слов, то есть при инверсии. Например, на столе лежал портфель большой, кожаный, да, а здесь наблюдается обратный порядок слов. И именно поэтому, да, большой и кожаный будут у нас однородными определениями и будут разделяться запятой. Также определения являются однородными, если противопоставляются сочетанию других определений при том же существительном. Например, еще недавно в нашем районе стояли низенькие деревянные дома, а теперь высокие, каменные, да. Здесь есть две группы определений. Первое – низенькие деревянные, и второе – высокие каменные. У этих определений общее главное слово, слово «дома». Да, то есть тире, да, стоит на месте пропущенного члена, но именно на месте сказуемого, да. То есть главное слово является общим. И низенькие, и деревянные – эти определения противопоставлены определениям «высокие каменные». Да, опять же, каменные и деревянные – в самом языке эти определения не противопоставлены друг другу, да, но в данном контексте, конечно, да, каменные дома противопоставляются деревянным. И поэтому, да, определения будут однородными между собой и будут разделяться запятыми. Или, например, в окошечко билетной кассы протягивались то большие мужские руки, то маленькие женские. Опять же, главное слово, да, является общим – руки, да, и первая группа определений «большие» и «мужские» противопоставлена другой группе определений «маленькие» и «женские». Поэтому «большие» и «мужские» будут между собой однородными определениями и будут разделяться запятой, и «маленькие» и «женские» тоже будут однородными определениями и будут разделяться запятой между собой. Итак, определения также являются однородными, если они являются несогласованными. То есть, напомню, что у нас определения бывают согласованными и несогласованными. Согласованные согласованы с главным словом вроде числе и падеже. Так вот, если определения являются несогласованными, они будут однородными и будут разделяться запятыми. И однородными также обычно являются сочетания согласованных и несогласованных определений. Например, вошел молодой человек лет 25, блещущий здоровьем, со смеющимися щеками, губами и глазами. Смотрите, пожалуйста, главное слово «молодой человек». И дальше идут однородные определения. Я их выделила разными цветами, не потому, что они являются неоднородными, а по другой причине. Лет 25, то есть человек какой лет 25, это определение несогласованное, поэтому я его одним цветом выделила. Дальше «блещущий здоровьем» – это согласованное определение, выделила его другим цветом. Дальше «человек какой?» со смеющимися щеками, губами, глазами. Опять же, несогласованные определения. Поэтому у нас здесь сочетаются несогласованные определения с согласованными, а значит, между собой вот эти три определения являются однородными и будут разделяться запятыми. Теперь поговорим о случаях, когда определения не будут являться однородными. Определения не являются однородными, если характеризуют предмет с разных сторон, в разных отношениях, то есть выражают признаки, относящиеся к разным родовым понятиям. Например, «большой каменный дом». Определение «большой» указывает на размер, определение «каменный» указывает на материал. То есть эти определения характеризуют дом с разных сторон. Значит, эти прилагательные не являются однородными и запятой разделяться не будут. Кроме того, да, посмотрите, пожалуйста, в каких взаимоотношениях находятся все эти слова, да, то есть прилагательное «каменный» относится непосредственно к существительному «дом», определяет именно его, да, а вот уже прилагательное «большой» определяет в целом словосочетание все «каменный дом», то есть «каменный дом был большим». Или, например, «белые круглые облака». Да, первое определение указывает на цвет, второе определение указывает на форму. И опять же, да, вот прилагательное, которое ближе всего находится к главному слову, то есть слово «круглые» определяет непосредственно само главное слово. А вот то прилагательное, которое находится дальше, «белые», да, будет уже определять словосочетание, да, то есть «круглые». «круглые» облака были белыми. И аналогичное мы видим в следующем словосочетании «пузатое ореховое бюро». Да, прилагательное «пузатое» указывает на форму, а «ореховое» указывает на материал, то есть прилагательное, опять же, характеризует бюро с разных сторон, поэтому не являются однородными и не будут разделяться запятыми. Итак, определения не являются однородными, да, если чаще всего, да, они будут выражаться местоимением и прилагательным, например, да, «мой» – это местоимение притяжательное, да, а «старый» – это прилагательное, то есть они между собой неоднородные, «мой» и «старый» и «запятой» не разделяются. Также, если они выражены качественным и относительно прилагательными, да, например, «большой каменный дом», да, опять же, «большой» указывает на размер, «каменный» на материал, «большой» – это качественное прилагательное, да, потому что есть, да, имеет, например, сравнительную какую-то форму, да, то есть «более большой», «менее большой», «самый большой» сочетается со словом «очень-очень большой», да, а «каменный» указывает на материал, является относительным, да, вот опять же, надеюсь, вы поняли, зачем мы с вами, да, вспоминали разряды прилагательных, да, то есть качественные, относительные, притяжательные, вот где нам это все пригождается. Дальше. Неоднородные определения, да, чаще всего выражаются, например, относительным прилагательным и одиночным причастием. Например, запущенный фруктовый сад, фруктовый, да, это относительное прилагательное, запущенное – это одиночное причастие. Между собой они не являются однородными и с запятой не разделяются. Или, например, просто выражены относительными прилагателями могут быть, например, авторские черновые наброски. Хочу вам сказать, что эта тема довольно-таки сложная, нужно вчитываться в предложение, нужно смотреть, что имел в виду говорящий, то есть какие смыслы заложены в предложении. И иногда пунктуация является двоякой, то есть мы ставим запятую или не ставим в зависимости от смысла. Например, перед вами два предложения, которые звучат одинаково. Я хочу купить другой кожаный портфель, но в этом предложении, возможно, двоякая пунктуация. Мы не будем разделять определения другой и кожаный запятой, то есть мы их будем считать неоднородными, если мы имеем в виду, что у меня уже имеется кожаный портфель. А вот эти определения станут однородными, если отношения между этими определениями станут пояснительными. То есть я хочу купить другой, а именно кожаный портфель. То есть у меня уже есть портфель, но он не кожаный, и я поясняю, какой именно другой портфель мне нужен, то есть именно из кожи. То есть очень важно всегда обращать внимание на смысл. И на этом мы с вами закончили с теорией. Предлагаю применить эти правила на практике. Перед вами три предложения. Пожалуйста, определите, какими определениями здесь являются, однородными или нет, и в зависимости от этого расставьте недостающие знаки припинания. Я буду ждать от вас сообщений, что вы закончили, и мы можем проверять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, все готовы? Тогда проверяем. Первое предложение. После праздника он обречет себя на долгую будничную жизнь. Главное слово – это слово «жизнь». Долгую будничную – это наше определение, которое характеризует предмет с разных сторон. Кроме того, долгую – это прилагательное «качественное». Опять же, да, у него есть степень сравнения. Мы так проверяем, да, каким является прилагательное – качественным или относительным. Потому что относительные прилагательные, я напомню, не имеют краткой формы, не имеют степеней сравнения. То есть более долгую, менее долгую, мы так можем сказать, оно качественное. А вот будничную – это относительное прилагательное, да, и качественное и относительное прилагательное сочетаются. Это еще одна подсказка, что эти определения не являются однородными, да, поэтому мы их не будем разделять запятой. И, опять же, да, ближайшее прилагательное к главному слову, да, будет определять само главное слово, да, а вот долгую уже будет определять в целом все словосочетание «будничную жизнь». То есть будничная жизнь была долгой. Следующее предложение. Ну и вечером в этом душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче есть что-то тревожное. Итак, на одиночное определение, да, например, душным, да, или тревожное мы сейчас внимания не обращаем, да, потому что там не встает вопрос, нужно ли ставить знаки припинания, да, поэтому обращаем внимание именно на этом лунном пронзительном, да, это определение к слову «луче», и они являются неоднородными, да, этом – это местоимение, да, лунном – это у нас относительное прилагательное, да, вот пронзителем – это качественное прилагательное. То есть, опять же, разряды прилагательных, да, нам подсказывают, что определения не являются однородными, значит, мы не будем их разделять запятыми, да, ну и к тому же лунный и пронзительный, да, это прилагательные, которые характеризуют, да, луч с разных сторон совсем. Идем дальше. Следующее предложение. В чуде мы увидели длинные, загороженные каменными массивными заборами улицы с густыми прекрасными деревьями. Итак, главное слово – улицы, да, к этому слову есть два определения – длинные и загороженные каменными массивными заборами. Загороженные каменными массивными заборами – это причастный оборот, который стоит после одиночного прилагательного длинные, да, поэтому длинные и наш причастный оборот будут однородными определениями и будут между собой разделяться запятой, да. А вот внутри причастного оборота, да, возможно, двоякая пунктуация – каменными и массивными, да. С одной стороны, да, конечно, эти прилагательные, да, указывают на совершенно разные, то есть характеризуют предмет с разной стороны, тогда они не являются, да, однородными и разделяться запятой не будут. Но если мы хотим подчеркнуть, да, что для нас они являются массивными именно потому, что каменные, да, то тогда эти определения станут однородными и мы запятую уже поставим. Идем дальше. Да, главное слово есть у нас также деревьями, деревьями какими? Густыми, прекрасными, да. Опять же, конечно, да, эти определения характеризуют деревья с разной стороны, да, но, скорее всего, для говорящего, да, они прекрасны именно потому, что густые, да, то есть они сближены, эти понятия для говорящего, да, в данном конкретном предложении. И поэтому являются однородными, а, соответственно, будут разделяться запятой. Аналогичное задание, следующие три предложения, да, жду ваших сообщений о том, что вы готовы. Спасибо. 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 Итак, раз вы готовы, то идем дальше и проверяем. Первое предложение. Отважные рыбачьи лодки тоже скрылись по бухтам. Главное слово «лодки» и два определения «отважные» и «рыбачьи» характеризуют предмет с разных сторон. Кроме того, «отважные» – это качественное прилагательное, а «рыбачьи» – притяжательное. Это нам опять же подсказывает, что эти определения не будут однородными. Поэтому мы их не будем разделять запятой. Второе предложение. Омытый дождями молодой месяц светлой прорезью покоился на западной окраине неба. Определяемое слово «месяц». Месяц какой молодой, месяц какой омытый дождями. Омытый дождями – это причастный оборот, но он стоит до одиночного прилагательного «молодой». То есть он стоит на первом месте, а не на втором. Поэтому омытый дождями и молодой не будут являться однородными определениями, а значит, не будут разделяться запятой. И последнее предложение. «И дождь поспешный молодой закапал не в попад». Главное слово «дождь», «поспешный молодой» – наше определение, которое стоят после определяемого слова. Поэтому они являются однородными и будут разделяться запятой. Идем дальше. Следующие три предложения. Опять же, жду ваших сообщений. Продолжение следует. Все закончили. Можем проверять. Так, секундочку, да. У нас вопрос, да. Деепричастный оборот. В первом предложении действительно есть у нас деепричастный оборот. Деепричастие отвечает на вопросы «что делая», «что сделав», «что сделав». Причастие отвечает на вопросы «что делающий», «что сделавший», «что сделанный» или «какой». Да, вы молодцы, да, заметили здесь деепричастие, деепричастный оборот. Да, напомню, что деепричастные обороты всегда выделяются запятыми. Да, в данном случае запятые уже стоят, да, при деепричастном обороте, потому что сейчас мы проходим несколько другую тему. Да, итак, насколько я понимаю, мы можем проверять. Итак, первое предложение. Над степью заслонив солнце в зените стояла, вздыбленная ветром густолиловая градовая туча. Определяемое слово «туча». К этому слову есть три определения. Первое выражено причастным оборотом, вздыбленное ветром. Второе – густолиловая, да, и густолиловая – это качественное прилагательное. Градовая – это относительное прилагательное. И эти прилагательные между собой не будут однородными. Вздыбленное ветром и густолиловая не будут однородными, потому что причастный оборот стоит на первом месте, а не на втором. Да, а густолиловая и градовая, конечно, они характеризуют предмет с разной стороны. Да, с разных сторон. Да, поэтому мы запятыми разделять, да, не будем эти определения. Второе предложение. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой. Главное слово «род». Полураскрытый и маленький, да, эти определения характеризуют предмет с разной стороны, с разных сторон. Поэтому они не являются однородными и не будут разделяться запятой. И последнее предложение. Алеша подал ему «маленькое складное, кругленькое зеркальце». Главное слово – это «зеркальце». На самом деле, маленькое, складное и кругленькое, да, все эти прилагательные характеризуют зеркальце с разных сторон. Да, поэтому не являются однородными и не будут разделяться запятой. Но если говорящий захочет подчеркнуть, да, что оно маленькое именно потому, что складное, хотя в жизни, конечно, это не всегда связанные понятия, да, но вот если в данном случае это так, и мы захотим это подчеркнуть, то маленькое и складное станут однородными, и мы их разделим запятой. Да, но складное и кругленькое в любом случае не являются, да, однородными определениями, поэтому запятой разделяться не будут. Итак, на этом наше занятие подошло к концу, да, у нас остались еще некоторые слайды, да, на которых есть предложение. Если у вас будет желание, вы можете попробовать свои силы, проверить себя, потому что там есть ответы. Задайте, пожалуйста, вопросы, если таковые имеются. И, пожалуйста, скажите мне, да, знакома ли вам была эта тема, все ли вам понятно? То есть удалось ли ее освоить, потому что, ну, эта тема довольно сложная. Да, конечно, нужно обращать внимание, да, на отдельные случаи и на смысл предложений. Итак, благодарю вас за внимание. До встречи в следующую субботу.